так вот и вот он проснулся всем привет я глеб калюжный снимаюсь кино пишу песни я здесь для проекта вместе по моим ощущениям до сто процентов важна в родительской поддержкой я очень благодарен отцу за то что он мне дал свободу выборы и это не там не камень там его там твой не знаешь огород смысле что ну как бы меня как рыбку так в море забросил я такой сам себя начал искать нашел и у меня ну не знаю это короче круто я очень рад что у меня так сложилось что я эту какую-то мужественность сам себе воспитывал с детства он дал мне пример того как не должно быть не в том плане что что ушел то есть он 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 накосячил просто он не помогал то есть он ушел не помогал и нас много он оставил женщину с тремя детьми одну и он показал как не надо и но он молодец там не знаю у него своя жизнь там мы не знаю ну короче то есть я к нему тепло спасибо что дал мне жизнь и все такое вот но без респекта я люблю сто процентов папа мама тоже люблю очень маму очень люблю наверное даже слишком сильно когда он был ну такой оперившийся подросток наверное из-за того что я вот этот внутренний гешталь что я хочу помочь носим и вот и тут все перенакрутил себя вот даже и матушка там очень переживала носилась там везде по всяким колледжем там всяким школам муниципалитетом когда мы еще там совсем-совсем маленькие были какие-то путевки в лагерь выбивала ну то есть так у меня с матушкой были такие контры лет с 12 и до 14-15 где-то так 2-3 года вот это вот был такой период непонятный я я был прям плохой подругом трудный подросток я прогуливал школу я прогуливаю по разным причинам в самый крайний раз почему ушел потому что учительница отказалась я больше плохо отучился четверть вторую четверть и я сказал я все сдам чтобы мне там за полугодие вот это да окей я за неделю выучил вы зубрил алгебру принес скажу что даже смотреть не буду типа ты списал его давайте я вам просто вот тоже и я я обидел просто то есть мин может быть там нужно было какие-то еще другие слова подобрать или еще что-то я вот не буду смотреть и давайте сейчас это сделать и ты вот ты там это ты там то я такой иди на и ушел искал что больше книника не приду и я больше не приходил вот и потом из-за того что я пропускал один предмет у меня там были там проблема такая проблема который не хотел выносить потому что мама там работает потом 16 часов по носит то есть снимает квартиру у меня еще ну то есть еще брат у брата это тоже это отдельная вообще история если но я там еще брат еще сестра и они они тоже они творческие у нас у каждого вообще такие разные характеры ну короче сложно было и мне не хотелось там лишнюю проблемку подкидывать и все вот они как-то копились копились я прогуливал потом потом уже не ходил просто вот ну и все и просто дошло до точки кипения до одной точки кипения до второй и вот до точки кипения невозврата когда меня не могли исключить из этой школы потому что я был прикреплен как-то там как-то по закону не могли это сделать и нужно было чтобы вот я якобы сам по своему желанию туда ушел вот ну я ушел и там была комиссия по делам несовершеннолетних и меня прям должны были направить куда-то далеко и подальше за еще много других проступков которые были просто сопутствующие помимо того что прогуливал я убегал из дома на улице шкодничал сбегать от проблемы это точно не никогда не выход не вариант нужны проблемы и препятствия нам даны для того чтобы их решать и преодолевать сто процентов вот но тогда я думал по другому моя мама не знала что со мной делать ну и и от этого то есть она и как бы и понимала и и сама тоже не знала потому что ей тоже было страшно и вот в тот момент такой вот дурак у меня в тот вот в тот момент мне что-то щелкнуло и все ну и там потом уже были какие-то притирания еще что-то разные ситуации там наркологический диспансер например еще какие-то разные 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 ситуации когда мы находили вот этот коннект с мамой я курил вот и всякие там курил вот когда вот был как раз совсем шпендель но вот и все и на этой как теме меня отправили в первый компом как так называется но номер один на парке культуры там вот нас тоже некий наркодиспансер ну вот туда гоняли да это бег по голове дорожки от самого себя такой был ну что получал ну да какое-то наверное удовольствие но это это очень это очень сугубо дальше может короче могло бы сложиться очень плохо плачевно прям и и когда мы доехали до туда это все там пообщался с врачами и я возвращался потом к этой проблеме но уже сам прошел там месяц наверное опять начал курить и я потом уже сам пришел вот но я объяснял ситуацию что ты сам так и так можно и кстати очень очень по человечески люди ко мне подходили просто я не хочу чтобы я знал об этом мама или еще как-то могу как-то анонимно они мне помогали это было после моих первых съемок осень зима весна вот как раз почему курил ну наверное вот но по всем по разным вот каким штукам потому что и и и все плохо как-то и там и так и непонятно и вот тут еще кино но кино не то что мы там типа вот она то есть просто как к этому как к работе отнес потом потом еще дальше был студенческий короткий метр где там но не очень хорошо тоже обошлись там и со мной и с моими товарищами ну и как-то всего так ну и пытался там убежать от себя от проблем ну а это все все равно аукнется вернется еще большим мэхом всегда так ну с алкогольным все и началось начинается так вот там сигаретку там глоточек там чего-то пивы или как вот коктейль какие-то идет мерзкие вообще убивает очень страшно делайте это ну вот еще 19 и 20 год как раз добыл период деатоксикации да и перес ну вот абсолютно как бы так все 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 что тогда не наигрался тогда сейчас 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 ну и все я начал избавляться от всего материального что у меня было это даже какие-то вот просто штучки я не знаю там кубик такой ну то есть вообще от всякой от всякой ерунды и от вещей много вещей которые вообще не носил не то что я их там покупал там еще что просто какие-то разные кто-то там отдал это от кого-то там приехала прилетела и и много было тряпок и вот я от всего избавлялся и сейчас в принципе хожу умеет не так много именно вещей вот мне нравится зал и вот просто как вот сам ну там коврик для йоги самый лучший тренажер кстати от коврик для йоги это самый лучший тренажер планка отжимания все вот эти штуки стопы до попробуйте не носки боксингом ну прям мог очень хорошо заниматься кикбоксингом но не хабиб нур магомедов но вот были большие перспективы можно сказать там кмс не кмс получил ушел последний год я так себе ходил на тренировке и мне тогда очень затягивала музыка ну то есть прям все надо принципе всегда было здесь но я прям не знаю за чувству что я хочу этим заниматься просто и занимался этим музыка потом фильм вот тут и и компания просто друзей которые но одни друзья были с которыми ходили на тренировки и вот еще другие и все как-то между собой общались но и просто еще вот улицы и другие интересного выпить еще что-то и как-то я уже как из 3 а из тренера у меня были на была ситуация после которой я перестал ходить прям вот все так соусоу появлялся и короче там у кого-то из учеников пропала куртка по моему или что-то такое ferrari дорогая курт и подумал но у тренера на меня подумал и он как бы это ты все мне еще по телефону что там типа это ты там отдай там типу и отдай смысле что и и такой нет на смысле но он как бы знал что там с деньгами что кит мог там проблемы еще что-то и что и редко но он просто окно подумал вот и меня это прям очень задело и он потом то есть потом выяснили чок там на нашлась и он звонил извинялся говорю что я жду на тренировке типа ну приходи ну извини вот но я когда да александр я его все время я его назвал тренер и вот тогда его назвал александр евгеньевич вот сказал да александр евгеньевич спасибо я приду там в понедельник и не пришел все у каждого человека мне кажется есть такое чувство это у каждого человека в любом случае она есть где-то либо внутри либо он как бы понимает что по сути по своей природе мы все равно одиноки все каждый вот это не то что нужно ограждаться от всего мира или еще что-то но по сути так не знаю я как-то я это одиночество себе вот ну как-то и симулировал и как энергию то что вот одиночество наверное в творчество как-то не было попроще поздно позывы одиночества или я не знаю кому когда вот ну порыв эмоциональный какой-то период просто такой ну и знаю как легче становилось писал погулял смотрел очень много наблюдал жизнь интересная штука у меня как как-то было вот с детства вера в хорошее будущее свое ну то есть у меня была установка что я вырасту я хочу что я вырасту я хотел стать бизнесменом потому что потому что бизнесмены много зарабатывают я году что я вырасту ко мне будет 18 лет я стану бизнесменом и буду помогать своей семье чтобы не знаю я как-то я себя ну чувствую взрослым то есть прям вот ну вот совсем еще к маленьким был у меня мне даже говорю что-то типа ой какой-то слишком самостоятельно то есть даже вплоть до этого на метро там ездил там семи лет с первого класса начал ездить уже на метро мог от улицы академика янгеля до речного поехать к однокласснику в гости ну то есть такое почему кино кино почему вот я не знаю почему я даже не осознавал первое время когда там снимался просто крут я все больше чувствую насколько это насколько это может быть важно для кого-то насколько это может как и музыка изменить жизнь человека какая-то нужно услышанная фраза или что-то какая-то сцена увидены вообще кардинально в лучшую сторону я склоняюсь к тому что сам творчество оно должно как-то мотивировать и ну как у меня например было вот с музыкой и с фильмами тоже смотрел там какие-то и вдохновлялся если честно то я большой фанат харди и дикаприо я просто смотрел все что с ними было и и депо немного я все я просто смотрел все что с ними они прям такие чуваки вообще все могут круто просто я чувствую как как я становлюсь другим человеком заканчивается я мощный день и я понимаю что энергии полно и я по-другому смотрю на мир на вещи оцену на людей ты ты у меня и так было что я очень чувствовал в принципе что так ты начинаешь прям вообще прям до миллиметра вообще чувству пространство это и страшно и круто страшно тем что чревато эмоциональными вот такими всплесками еще что-то но это нужно учиться проходить через лекции медитация все наверное да лекции медитация какое-то общение может близкими людьми она всегда так жизнь это это волна волна и нужно пойти просто и благодарить за то что у тебя есть всегда все плохо класс спасибо большое будет очень хорошо ну как бы не знаю я я все такую штуку наверно нашел но но после всего то у меня конечно вообще было разные там прям вообще прям прям разные мысли но ты мы все здесь проходим уроки свои или там прошлых жизней я не знаю как она может есть прошу жизнь может но мы точно здесь неспроста и для того чтобы эти штуки все проходить первую влюбленность у него 10 лет и я учился закрытой школе санаторной лесной мы там жили учились и на выходные некоторые ребята уезжали домой некоторые там сирот были счет ну то есть нам раз понамешаны и там была девочка она была старше на два года и было 12 лет такая Глеб ты классный давай встречаться где такой чего смысле мы и так видимся это не понял ну вот и все потом я понял и у нас было как-то мы там общались за ручку ходили целовались это было то есть ну странно я потом я потом ездил ездил к ней там вот еще с улицы Кремика Янглия с Чартанова я ездил к ней куда-то там Медведково тоже наверх тоже наверх на север снизу снизу наверх мне все время тянул ездил к ней даже а потом прошло лето прошел год и то ли то ли там кто-то у нее другой появился то ли что-то вот я я ей разонравился интерес прошел вот а мы же еще учились в закрытой школе и нас как бы там ну ну то есть все там чуть знают друг друга ну не чуть в смысле все ну вот и я она ходила то есть там специально с кем-то заигрывала на глазах это было так вообще я такой что это любовь я прям я ощущал себя абсолютно взрослым я писал стихи я писал стихи я рисовал что-то слушал музыку слушал музыку крабчик слушал тоже ну не то что прям такой там ну что-то там именно такое вот а потом мы с ней вроде как-то помирились и и и это просто то ли постоянно здоровье то ли почему то есть она уехала мы там обменялись телефонами что-то это прямо прям реально как кино за день за два буквальный что мы там поговорим и что мы будем переписываться это я буду ждать возвращение и у меня был телефон раскладушка с такой samsung какой-то от мамы и и у меня его украли вот телефон был только там все я записывал обычно там даже какие-то мира которыми у нас были так даже номера который записывал и и все вот так я потерял больше мы с ней не виделись вообще не не созванивались это вот было таки это первое там самое первое что-то такое дурацкое наивное но но все равно милое и мое что-то постарше когда я был не знаю много людей у меня встречалось на моем пути и очень много раз я я прерывал общение там с человеком потому что понимал что либо там либо я уйду либо человек сам от меня уйдет и все это будет ну короче чувствовал и очень много очень много но отграждал вся и отверждал себя каких-то девушек вот и чтобы не чувствуете чтобы не причинить как раз вот эти 15-16 лет как раз когда девочка в концерт написала вот этот трек вот девочка с рэп там что-то это это 2014 год нужно быть дураком чтобы не верить любовь любовь она повсюду она во всем она в отношении в том как ты просыпаешься и как ты даже вот перенастраиваешь себя там ну то есть она во всем просто любовь на везде и чем больше ты отдаешь тем как ни странно тем ты просто получаешь что-то свое обязательно больше там или еще меньше но что-то вот какую-то отдать что все равно получаешь у меня так у меня очень странные отношения к дружбе не то что к дружбе у меня есть друзья с которыми мы пишем музыку проводим свободное время проводим то что мы работаем занимаемся вот какими-то попутными там еще какими-то своими делами либо еще что не за стран наверное друг это тот кто это наверное так же как любовь без ну это что-то безвозмездное просто когда вот то есть там есть там люди которые там общаются то потому что у них там интересы общие работа там дружит еще какие-то обстоятельства знакомые знакомых не знаю ну когда ты готов на утрате но на все этом роде человек готов под пулю не знаю встать или как это говорится наверное это дружба я не знаю у меня есть люди которым я так отношусь но не знаю если люди которые ко мне так готова но я имею таких ну смысл имею таких людей здесь здесь и здесь ну важно принимать людей вообще всех не только к тех кто сделал больно это не больно нужно всех принимать и с уважением с любовью друг другу относиться тогда и мир станет лучше я добрый в большинстве своем себя когда они не другой глеб местные я добрый да даже когда такой добрый и смысле что не знаю альтруист не знаю что не нравится вот то что делов натворил да а нравится то что то что когда стараешься получается вот это мне нравится прям в это наверное это так просто об этом все говорят и всегда мне всю жизнь говорили со всех сторон ну и все люди в принципе те знания которые мы там ну либо передаем друг другу либо получаем ну короче я на своем опыте примере могу сказать что если ты чего-то очень сильно хочешь и будешь прикладывать к этому усилия то у тебя сто пудового это получится сбудется там твоя мечта цель это можно как угодно характеризовать я добился того как вот у меня были какие-то цели когда я был маленький подросток вот который там себе вот 12 13 стел у меня все намного раньше произошло чем если даже нацеливал и просто остается ставить новый горизонт и развиваться быть стараться быть лучше максимум максимум усилий прикладывать и тогда все будет хорошо узнают меня давно на смысл подходили на улице люди просто это стало больше за последний там год-полтора просто просто в количестве смысле больше а так ко мне подходили меня узнавали как музыканты там как как актеры ну как странно но я не знаю я чувствую ответственность наверное чувствую ответственность перед темы кто кто сейчас на меня смотрит как вот как я когда смотрел на там своих вот кумиров или примеры какие-то я понимаю что сейчас там но но по году там год и они там может там отпадут там не больше часа скорее всего так будет 70 процентов 80 людей не просто таки ну там переключится еще что-то не знаю вложить самое хорошее просто добрая так вот и все ну просто свое дело сделать дом хочу свой дома у меня никогда не было в смысле был но это такая вот тем что не жалко поделиться или из каких-то целей цель мечта план дом где у меня будут в смысле там семья в смысле вообще ну точно мировым артистом либо ну я не знаю я не хочу вот актер или еще что-то вот как там артист на за рубежом или вообще в мире говорят это мне блогер певец там актер артист не знаю мировым артистом да но это если вот сугубо про ну чё-то хорошее хотелось бы сделать 30 годам там очень хорошее говорить всегда нужно обязательно можно многое в себе преодолеть и воспитать самому но человеку нужен человек я уверен что у каждого человека есть может быть это человек и и выписывать выписывать на листочек свои цели планы проблемы 50 процентов 50 процентов груза или наоборот сразу же снимает просто выписывать на листочек верить в себя всегда в свои силы не бояться не бояться не бояться быть непонятым не бояться быть каким-то вообще неважно каким что тебя неправильно поймут или воспримут или ну в общем да наверное как то так мое счастье это когда когда пишу когда фрукты не знаю каких-то мелких штуках счастье что у меня матушка по телефону не улыбается весь год что не не как все вот как-то так или так или непонятно еще там внутри еще все все хорошо вот это не радует что-то мама у близких все хорошо это счастье не знаю да не знаю наверно для себя либо ищу еще это либо счастье жить просто просыпаться от счастья что можно вообще стать кем захочешь когда захочешь и когда захочешь я профессиональный бездельник мне 22 года я занимаюсь тем что я искренне люблю я получаю от этого удовольствие да есть свои сложности но я я живу своей мечтой как бы всю жизнь или как это нет слишком пафосно я живу своей мечтой нет смысле что я да как то наверное не знаю наверное да я живу просто вот этими мечтами такой летаю в своих мечтах и чуть-чуть добиваюсь их так да и на самом деле да забудь все что я сказал и что странный я Глеб фрукт что ты глеб за фрукт такой фрукт 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 Продолжение следует...